У них на хвосте, знаете, вот если вот в лысом виде, как у поросёнка, такая завитушка. И там заломы. То есть хвосты, как отпечатки пальцев у людей. Двух одинаковых нет. В клубе любителей кошек «Бастит» заводчик курильских бобтейлов Алла Фомина состоит практически с открытия. 9 лет. Пришла как зритель. Заинтересовалась и вступила. Уже тогда она держала пару этой породы. Для себя. Сейчас Алла Фомина активно общается с другими владельцами и старается участвовать во всех выставках. В Беларуси трудно назвать город, в котором не бывал клуб. Выезжали и на международные выставки. В Киев, Санкт-Петербург, Москву. Дома Аллу Фомину всегда ждут три преданных друга. Кошке Даурии 7 лет, рыжему Юсаулу 3. И Турупу дома его называют «Изюм». 10 месяцев. Заводчик отмечает. По характеру представители породы курильский бобтейл очень напоминают собак. Преданы хозяину, а не дому. Любят играть с мячиком, гоняться и за светом лазера, и за обычным фантиком. Неприхотливы в еде. Питаются как сухим, так и натуральным кормом. Даурия, например, очень любит овощи и фрукты. А еще коты и кошки совсем не выпускают когти. На прогулке у нас, допустим, кошка очень смелая. И на прогулке, когда муж ее выводил, мужчина гулял с большой собакой. И кошка сразу натянула поводок, хотела броситься на собаку. Мужчина говорит, ой, вы не бойтесь, наша собачка котиков не трогает. Муж сказал, знаете, это вашей собачке нужно бояться, потому что наша кошка бросается на собак. По словам заводчика, порода курильский бобтейл – одна из самых редких в Беларуси. Увидеть не только ее, но и другие своими глазами бобручане смогут уже 7 декабря в выставочном зале. Посмотреть на котов и кошек можно будет на протяжении двух дней. Выставка приурочена к десятилетию клуба любителей кошек «Бастит». Татьяна Касьян, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.